И сегодня хотелось бы с вами обсудить несколько интересных раздач, сыгранных мною вчера с одним из моих подписчиков. Я решил записать этот ролик, так как этого парня я вижу впервые. Вчера я играл первый раз с ним, и оказалось, он неплохо играет. Ну что ж, перейдем к раздачам. Итак, рейс изранний. Практически пот. Это сразу ставим его на... ну, так как он адекватный нормальный игрок. Тузы, короли, дамы. Возможно валеты. Естественно, туз, короли, одномастные, разномастные. Тузы, дамы, одномастные. Возможно разномастные. Ну, возможно все. Не знаю, может он иногда и откроет еще какую-нибудь руку. Рядко. Но, вообще, это... Что-то из этого. Итак, открылся флоп туз. У нас есть туз, но слабый. Ждем ставки продолжения. Полбанка, 55%. Если бы это были тузы, дамы, возможно поставил бы поменьше. Или, например, туз, дама. Ну, хотя, можете с туз, дамой так поставить. Ну, некоторые туз, дамы мы блочим. У нас туз. Мы не блочим дамы. Восьмерки там вряд ли, конечно, есть. Ну, пока кол. Я в позе. Пока кол. Там, если что, могу и сбросить терм. Но пришла десятка. И, как бы, у меня уже две пары. Сейчас я туз короля не боюсь. А туз королей там очень много. Практически все туз короли. У меня, кстати, закрылись король валет. Как одномастные, так и разномастные. Некоторые валет 9 одномастные. Почему бы и нет? Я могу играть с баттона. Валет 9 одномастные. Колить. Рейс. В позе. Три четверти. Почему он не испугался король валет, я не знаю. Потому что у него нету король валет. Разве что трифовые, ну... Не должно вообще их там быть. Я думаю. По такой игре. А у меня они намного чаще будут. То есть, ну, туз король вряд ли бы уже ставил. Там туз дама, туз эйдамы. Я подумал, чтобы сейчас запушить. Но... Я его положил на туз король. Туз валет. Одномастный. Не хотелось бы, конечно, трефу. И... Ну, я не хотел запушить, чтобы он не сбросил свой туз валет, а продолжил... Ну, туз валет, туз король, а продолжил атаку на ривере. И если вдруг он... Например, придет трефа и... Трефовый король или валет... Я смогу уже превратить свою руку... Попытаться превратить руку в блеф, если он прочекает ривер. Я заколил, пришла трефа. Шестерка безопасная карта, но все же это трефа. Пусть король треф, закрылись у него. И он допихал. Пусть дама, он бы не пихал. Уже я считаю. У него или туз король треф. Тузы я блочу. Ну, возможно, конечно, одна комбинация тузов. Больше комбинаций дам. Остались туз короли. Ну, валеты уже отбросим еще на флопе, я думаю. Отбросили их. Туз валет треф тоже есть. Много комбинаций меня бьет, но... Я решил уравнять ставку. Потому что часто он меня крупными ставками выбивает с банка. Эксплуатирует. И я решил все же уравнять. Отбить по двум парам. Так как еще и остались там много туз королей. И он может попытаться выбить мои какие-нибудь дамы 10. Там, которые я... Две пары играл, и... Можно выбить здесь даму 10 с туз королем. Уже он может превратить руку в бле. Решил уравнять. Он написал в комментариях, что это минус евэ. То есть решение. Но я понимаю. Но все же у него не всегда здесь будет туз король треф или дамы. Вот оказались короли, но... Возможно и много туз королей есть. Такая вот раздача. Следующая раздача. Рейс под. Я ровняю восьмерке в позе. Рейс был и поздний. Так что... Если бы рейс с первой, второй, то я может бы и выбросил, конечно. Но тут позиции уравнял. Поймали нижний сет. Прилетело продолжение. Не должно быть дама 9 или 9-7. Десятки. Валеты меня бьют. Меня не бьет туз король, туз дама. Король дама. Какие-то дама валет. Король валет. И, естественно, тузы короли дамы. Так же валет 10. Меня не бьет. Пока что колл. Можно было бы сыграть и рейс, но... Много опасных карт по терну, и поэтому я решил уравнять и при ситуации отскочить на терне. Десятка. Казалось бы, закрылся фулл хаус, но теперь я боюсь только валет 10 и пары валетов. Все остальные комбинации я бью. Крупная ставка. 7,9 банка. Такой плотный бет. У меня нету пики. То есть... Он... Возможно, если так делать с вальтами или валет 10, тогда... Он пытается добрать с флэш-дро или выбить его. Но у меня нету пики. Поэтому... Кроме вальтов и валет 10, у него там... Есть туз король тоже. Возможно, пик. Так же тузы короли. Ну... Я еще его не настолько хорошо знаю, но... Я думаю, колл здесь будет в плюс по эквити. Не стоял выбор... Перед коллом и пушем. Я выбрал... Пуш, так как на ривере он мог все же уже прочекать. А сейчас, скажем, тузы короли он может и уравнять. На мой пуш. Доставить ему осталось немного. Всего... Там... Доллар сорок. На банке уже много насыпано. Ну и подумав, он сыграл фолд и показал король 9 пик. Хороший фолд с его стороны. Вообще для НЛ2 это... Прекрасный фолд. Он понимает, что у меня фулл хаус. Он думает, скорее у меня валит 10, я думаю. Он меня положил на валит 10. И... И выбросил стрит-дро и флэш-дро. Хотя, конечно, близкое решение, так как в банке уже было много денег. И... Ну не знаю. Ну, в принципе, интересный фолд. Я думаю, я не смог бы выбросить ее с ситуации. Но он молодец. Ну и последняя раздача. Она почему-то не прогружается. Тогда я покажу ее на... Просто на картинке без... Видео-воспроизведение. Вот это раздача. Ой. Не грузится. Я открою ее так. Лимб-банк. Оппонент на баттоне. Там любые две могут быть. Это нужно вообще учитывать, когда вы... Видите какие-то мелкие спарки на... Флопе. И... У баттона легко может быть... Любая комбинация с этой картой. В чеке. То есть там и... Король-7, дама-7, валет-7, 10-7. Разномастные это все там может быть. Флоп. Я поставил три четверти на столе флэш-дро на доске. И мы увидели сразу же рейс. От оппонента. Я сыграл кол. Там семерка, дама, флэш-дро. Там нет узы короли, потому что... И дамы, так как... Почему он не рейзил префлоп с баттона? То есть там все семерки. Флэш-дро. Ну, возможно, с дамой он решил проверить. Например, там я поставил 15, он рейс 65. Если я кол, тогда он понимает, что у меня есть... Это семерка или флэш-дро. И даму он может уже... Не играть, например. Если он думает на семерку. На терни пришел валет. Он поставил пот. Я долго думал. Я откинул его флэш-дро. И в комментариях написал ему король 7 и знак вопроса. И я потратил все время... Весь таймбанк. Он молчал, не реагировал никак. Не писал ничего, не смайлики не отправлял. И у меня таймбанк почти кончился. Я сбросил и показал ему 9.7. И вам... Приятно, что он все же тоже показал мне король 7. Я угадал его руку. И на ривере там уже эти зайчики. То есть мы должны были бы поделить. Ну, интересная раздача. Вот я выбросил эти 9.7. Вот, например, если бы... Ну, я не знаю, 10.7 тоже бы, наверное, сбросил. Это был не сложный фолд, так как на столе и дама, и валет. То есть меня бьет и дама 7, и валет 7, и король 7, туз 7. То есть меня практически все семерки бьют. И это был не очень сложный фолд. Ну, в общем, получилось интересно. Ну, пожалуй, все на сегодня. Подписывайтесь на канал, те, кто не подписан. Ставьте лайки, дизлайки. Если понравилось, пишите в комментариях. Стоит ли продолжать в таком же духе обсуждать, комментировать. Комментировать раздачи, сыгранные с подписчиками. Подписывайтесь, пишите свои ники. Будем встречаться за столами, играть. Потом, возможно, я буду обозревать и обсуждать раздачи вместе с вами, сыгранные. Так что всем удачки за столами. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok